Дорогие друзья, здравствуйте, меня зовут Владимир Гольштейн, я нахожусь за операторским пультом в студии и у нас сейчас начинается программа радиоблог с Игорем Сесарским. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Володя, добрый день, уважаемые радиослушатели, очередной выпуск. Что-то у меня гул идет, но ничего, сейчас он куда-нибудь и уйдет. Итак, радиоблог в эфире. У нас все хорошо, мы вас слышим. Все хорошо, напомню о том, что на ютубе вы можете легко найти, при желании, естественно, ТВ-клуб Континент, по-русски набираете ТВ-клуб Континент и слушаете, если вам интересно. А не интересно, вы ходите и не слушаете. Как-то так, у нас демократия. Хотите, ешьте, то бишь, слушайте, хотите, нет. Ну, а сегодня те уже, кто с нами в эфире, я надеюсь, с удовольствием встретятся с нашей гостьей, такой традиционной. Сегодня, если кто-то видит ее еще и по нашей ТВ-трансляции, то может очень даже сделать несколько комплиментов. Это Лена Пригова, Нью-Йорк, блогер, публицист и много-много чего другого. Лена, добрый день. Привет, привет всем. После последней передачи я несколько была шокирована, потому что как-то стали некоторые люди копаться в моей биографии. Причем в биографии в Фейсбуке. Люди не понимают, что виртуальный мир и реальный мир, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. В виртуальном мире я показываю ровно столько, сколько я хочу показать. А для тех, кто интересуется, кто я и что я, то я журналист с огромным-огромным стажем, который отработал всю жизнь на телевидении. И мне достаточно, что обо мне очень хорошо вспоминают и помнят те люди, с которыми я работала, и на меня очень многие продолжают ссылаться и читать. Опять же, мы живем в мире свободных людей, вы вправе слушать меня, вправе не слушать меня, соглашаться, не соглашаться. Мы все свободные люди и находимся в свободном полете или в свободном плавании. А у журналиста есть огромное-огромное преимущество перед очень многими. У них есть микрофоны, у них есть перо, у них есть масса возможностей донести свою мысль, опять-таки с которой вы можете соглашаться или не соглашаться. Ну, после этой преамбулы я скажу вам здравствуйте еще раз, дорогие мои чиканцы. Вот, лучше один раз сказать, чем 25 раз написать. Я тебя понял, правильно. На самом деле здесь, понимаете, такая штука. Кто-то может принимать то, что говорим мы в эфире, что я говорю, что Лена говорит, что другие ведущие пытаются донести. Но когда у нас есть такое, ну, скажем, поветрие в нашей общине, не люблю я это слово «наша община», понимаете, я не понимаю, что такое «наша», и не понимаю, что такое тем более «община». Вот, но тем не менее, кто говорит по-русски, допустим, вот так. Так вот, есть поветрие переходить на личности, вместо того, чтобы слушать, вникать в то, что услышали, и пытаться, может быть, где-то задать вопрос, где-то, может, поспорить, но не поспорить с точкой зрения. Это «пожалуйста». Но когда переходится на личность, то происходит вот следующее. Поэтому в данном случае принимайте тех гостей с уважением, которые есть, потому что они хотят что-то вам сказать, тратят на это собственное время, собственные силы, энергию и так далее. Ну, ладно, преамбулы мы закончим, потому что у нас есть что донести более интересное, нежели наши какие-то высказывания по личному поводу. А интересное следующее. Вот мы, начну с того, что мы все смотрим американское кино в том или ином виде, да. Мы все, ну, не все, да, я уж загнул, не все, конечно, но многие любят всевозможные боевики, истории, где герой в течение фильма там укокошивает человек 50, а то и более, и прочее, прочее. Мы понимаем некую условность этих фильмов, мы понимаем, что в реальной жизни, если бы 50 человек кто-то отстреливал постоянно, то президенту Трампу уже, наверное, надо было куда-то в Африку убежать или еще дальше, потому что все бы свалилось на него, естественно. Но в реальной жизни, да, сумасшедшие встречаются, они стреляют, открывают огонь, люди гибнут и так далее. Но я сейчас не о тех сумасшедших, которые стреляют, и те случаи мы уже разбирали. Они не то, чтобы ушли далеко, но мы, может, о них тоже вспомним сегодня. Я о другом. В фильмах очень часто бывает так, что обнаруживается следующее преступление без какого-либо наказания. О нем вообще как-то забывается, потому что преступление одно следует за другим, потом третье, десятое, и мы уже теряем нить. А вот того первого вроде бы удавили. Ну, может, не удавили, а может, если нам показала камера телевизионная, мы понимаем, вот этот мерзавец его удавил. А если не показала камера этого? Игорь, я могу дополнить сразу. Опа, сейчас, 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 я тебе дам, сейчас, я тебе дам, сказать. Я же хочу перейти к 10 августа, когда один персонаж, не буду, ты уже расскажешь подробно, кто это, чего это, вдруг был найден в камере петлей на шее. Этого персонажа зовут Джеффри Эпштейн. И у меня, как и у многих, возник сразу вопрос, а так ли это было, как нам тут же объяснили в средствах массовой информации. А именно, написали, он окончил жизнь самоубийством, то есть суицид. Суицид, большими буквами, суицид, возникает вопрос, что этот человек слишком-то жизнь любил, раз, ну и так далее, и так далее. Ты это сама можешь рассказать. Так вот, у меня следующее. Я, конечно, как ты понимаешь, люблю выслушивать всевозможные конспирологические, да, мнения и так далее, но не придерживаться их. Но, тем не менее, вот в этом случае у меня борется во мне что-то журналистское и борется во мне, не скажу, что обывательское, но, тем не менее. Обывательское. Обывательское. Вот ты сразу клеймишь, сразу клеймишь, ты не клеймишь. Да, потому что журналист не имеет права. Окей, вперед. Журналист, которые не имеют права свои предположения, какие-то предвзятые, может быть, даже основанные на каких-то догадках, но эти догадки не доказаны, высказывать. То есть мы можем говорить как гипотезу, рассматривать гипотезу. Пока что мы имеем факты, журналистика говорит о фактах. Поэтому я написала две статьи в прошлом месяце, сразу после того, как арестовали господина Эпштейна, прямо, как говорится, под белой ручкой из аэропорта. Извини, напомни, напомни о нем вкратце, чтобы, может быть, кто-то еще до конца не поняли. Неужели есть еще в мире люди, которые не знают, кто такой Джефф Репштейн? Ну, думаю, есть. Поэтому лучше... Джефф Репштейн, финансист, филантроп, а заодно, не побоюсь такого слова, мерзавец, который занимался непосредственно секс-трафиком и поставлял живой товар, сильный мир всего. И этот человек, который, в общем-то, связан очень большими людьми с очень большими фамилиями. Фамилиями президентов Соединенных Штатов Америки. Его друзья были и Билл Клинтон, и нынешний президент Дональд Трамп, и премьер-министр разных стран, и члены королевской фамилии английской, и сотни людей, которыми, в общем-то, гордится наша шоу-индустрия, индустрия моды и так далее и тому подобное. Да, сенаторов очень много, всяких представителей, посланников Соединенных Штатов Америки. Но так уж случилось, что наша пресса очень почему-то из всего этого огромного-огромного списка выделила Дональда Трампа, который, да, был знаком и даже сказал, что он неплохой парень. Но это было лет 17 тому, наверное. Ну, я бы слово «друг» тут как... Нет, потому что о «друге» как раз говорил другой человек. Да. И друзьями были они, действительно, они были друзьями с Клинтоном, который 26 раз пользовался его услугами и летал на его частном самолете, посещал его частный остров в Карибском море. Очень многие посещали владение уже ныне покойного филантропа, финансиста, который помогал очень многим, Эпштейна. Среди людей, которые хорошо очень отзывались, даже вот Дершевиц наш, которого мы очень любим и часто цитируем в последнее время, несмотря на то, что все-таки он голосовал за Клинтоном, потому что они друзья. Но свои книги он посылал Эпштейну на вычитку, и Эпштейн давал свои какие-то рекомендации. Ну, друзья есть друзья, никто же не знает, вернее, я не могу сказать, что они не знали или не догадывались, просто, можно сказать, закрывали глаза на некоторые проделки этого человека. Ну, проделки, а кто-то вполне был клиентом, почему нет? Кто-то был вполне его клиентами, но поскольку никто толком ничего доказать не может, мы только выстраиваем предположения. И наша пресса, я еще раз подчеркиваю, из всех друзей и знакомых выделила Дональда Трампа. Просто они забыли на минуточку дополнить одну маленькую деталь, которая очень важна. После того, как в 2007 году Эпштейн был обвинен, ему предъявили обвинение в секс-трафике, после этого момента Дональда Трамп закрыл перед ним дверь своего дома. И он никогда больше не общался, не посещал, и все. Он был вычеркнут из списка людей, с которыми можно было как-то общаться и руку пожать. Другие, не менее, скажем так, требовательные к моральным устоям Эпштейна, продолжали общаться, продолжали участвовать в его мероприятиях, и все было хорошо. До поры до времени. Пока вдруг, через 11 лет, после всего того, что произошло, не достали старое белье, и не начали его опять показывать всему миру, и не арестовали Эпштейна. Я считаю, что Эпштейн изначально должен был сидеть, но так уже случилось, что на сделку со следствием согласился тогдашний прокурор Майами, Александр Акоста, который был, на минуточку, министром труда в администрации Трампа. И вот тут началось. Тут начали вспоминать Трампу все, и Крым, и Рим, и все на свете, и Акоста, как порядочный человек, просто подал в остатку. Он ушел, дабы не компрометировать своего босса, президента Соединенных Штатов Америки Трампа. И так уже случилось, что 23 июля, то есть 3 недели тому назад, Джефф, Джеффри Эпштейн, попытался совершить попытку самоубийства. Неудачная была попытка. И потом вдруг, 10 числа, после того, как он был переведен в федеральную тюрьму в Анхэттене, находился 24 часа в сутки под специальным suicide watch. Это так называемое отслеживание, чтобы он не совершил второе самоубийство и не покушался на свою жизнь. Так случилось, что вот именно 29-го, я не помню точно, какого это числа было, но прямо накануне, накануне 10-го числа, вот слежение 24 часа было снято. За ним просто перестали следить. Именно в этот момент. И шнурки не забрали, самое главное. Да, ничего не забрали, и в этот момент человека находят в таком состоянии. При этом его находят утром в 6 часов утра, 10-го числа, это суббота. Если учитывать, что Эпштейн евреи, значит, в субботу, причем это еще и 9-я ава. Да, да. Строжайший, строжайший, можно сказать, пост у евреев по разрушенным храмам 1-му, 2-му. Это вообще какая-то, знаете, теория заговора, можно это рассматривать. Да, ну, конечно, этот пост и у тюремщиков, естественно, а не только в это время. Ну, конечно, да. Что состоялось, что состоялось. Он находится в 6 часов 30 минут, в бессознательном состоянии, ну, а какое состояние может быть такого человека? Умертвеца. В таком состоянии его отвозят в госпиталь на Манхэттене, и там констатируют смерть. Констатируют смерть, естественно, работают патологоанатомы, естественно, присутствует независимый патологоанатом, они констатируют самоубийство. В данном случае вопросов к самоубийству нет. Есть вопрос другой, самоубийство ли это? Где были все охранники? Почему случилось так? Такое роковое стечение обстоятельств, при которых тюрьма, которая отвечает в данном случае за неприкосновенность и безопасность человека, который находится там, ни за что не отвечает. Тюрьма находится в попечительстве непосредственно генпрокурора Уильяма Барра, Дональд Трамп дает строжайшее распоряжение разобраться. Потому что в данном случае это вопрос престижа администрации найти виновных. А если учесть, что вопросов к личности Джекли Эпштейна и его контактов больше, чем ответов, и желающих наступить на горло песни признаний больше, чем вам хотелось бы, потому что в мире сильных мира сего нельзя показывать свою слабость, потому что это мир шакалов тебя непосредственно сожрет. Поэтому очень важно найти виновных. Сегодня Уильям Барр, наш генпрокурор, уже четко и ясно сказал о том кризисе, вернее ему доложили о том кризисе, который у нас происходит непосредственно в тюрьмах. У нас не хватает охранников, у нас не хватает персонала. Непосредственно в тюрьме, о которой ее отречь на Манхэттене, не хватало 30 человек. То есть люди должны были работать сверхурочно, в среднем по 2-3 смены каждую неделю. Естественно, в такой чехарде, я сейчас не говорю, кто виноват в этой чехарде, я не говорю, почему это произошло, я не говорю о том наследии, которое досталось и администрации, и Уильяму Барру, и всем, всем, всем. Но как бы это же не в первый день произошло, и не вчера, и не сегодня, это давно происходит. Система, к сожалению, не соответствует тем нормам, которые должны существовать в системе. Ни правоохранительной, ни педитенциарной. К сожалению, у нас наш корабль, тихо, спокойно, корабль под названием Соединенные Штаты, дает течь в разных местах. И вот эта течь, она проявляется в том, что люди у нас дважды самоубиваются, один раз удачно, а в предыдущие разы неудачно. Никто не делает выводы, и самое главное, никто у нас не наказан. Не за то, что происходит, не за то, что инициируют, но у нас все строят предположения. Я прекрасно понимаю, что предположения мы имеем право выстраивать, но до тех пор, пока официально не предъявлено никому обвинение, мы можем говорить только о предположениях. А теперь об обвинениях. А теперь обвинениях. Да, ну смотри, я только пару слов буквально, все понятно. Твой взгляд на данное событие тоже ясен. Но смотри, таких убийств политических, скажем так, я не говорю, что это убийства, но, скажем, политических убийств бывает в нашей стране немало. И вот одно из самых известных, убийство президента Кеннеди, потом обвиненный Лехарви Освальд, а потом вдруг неожиданно застреленный в коридоре этот самый Освальд, и вроде как там, правда, застрелили, там никто не говорит, что был суицид, потому что это было на глазах у десятков, сотен людей там в это время, когда его ввели. Все, вот и до свидания называется. Но зато ищет для сценаристов, для многих-многих людей, для прозаиков, документалистов и так далее, кто написал кучу книг, а по сегодняшний день мы так и не знаем. А кто же убил президента? Я не думаю, что кто-то узнает, кто виноватся в самоубийстве, кто довел до самоубийства. Или довел. Или довел до самоубийства. Подпрыгнуть, да. Или же, наконец-то, у Джеффри Эпштейна совесть заговорила, и он не смог жить с грузом тех обвинений. Но в данном случае речь... Джеффри Эпштейн уже ушел. Я уверена, что напишут большой сериал. Этот сериал будет называться «Не знаю как». И в этом сериале, конечно, будет очень интересная фабула. И мы все будем смотреть. Это бесконечная весельная серия. Другой сезона, 20 серий. Другой сезона. А кого будете тратить, Алик Болдуин, там, в этом серии? Да, все будут на этом зарабатывать. Я не знаю, кто будет. Болдуин, Неолк. Меня это уже не волнует. Меня волнует другое. Мы живем в стране, где человек, который попадает в сексуальное рабство, а мы говорим сейчас о тех девочках, которые попадали в сексуальное рабство. Первый вопрос. Каким образом они попадали в сексуальное рабство? К этим сильным мира всего. Насколько они понимали, что они делают? В данном случае я не оправдываю тех, кто привлекал их. Я не оправдываю, потому что у нас, к счастью, существует статья, по которой, если человека, извините меня, сексуальный контакт с ним, взрослого мужчины или взрослой женщины, с несовершеннолетним, это считается изнасилованием. Так вот, я понимаю, что Джеффри Эпштейн, человек, мягко говоря, очень низких моральных качеств, он сутенер. У него была подруга мадам. Это подруга мадам британского происхождения. Это британка, ее зовут Гизлей Максвелл. Это мадам очень известная. И количество клиентов, которые существуют в записи, так называемые амбарные книги, это количество просто зашкаливает. Это количество убивает своими именами. Там все люди, в которыми очереди за автографами стоят. А эти люди вот точно так же могут назваться насильниками. Но когда предъявляется к ним обвинение, они говорят, мы не знаем, мы вообще, это не мы, и нас там не было. То есть приходится доказывать их соучастие. Но против них не выдвинуто ни одного обвинения. Если не выдвинуто обвинение, то все обвинения, выдвинутые против Джеффри Эпштейна, разбиваются об обвинениях девушек. В частности, очень много сказала девушка, которая уже давно не девушка. Ее зовут Вирджиния Гуафре. Она урожденная Робинсон, и она попала в зависимость, в сексуальную зависимость, как она сказала, в 15 лет. А в 18 лет ей предложил Джеффри Эпштейн стать суррогатной матерью. Не просто так, а суррогатной матерью, без всяких прав, вот родила и ушла, и ребенка оставили Джеффри Эпштейну и Максвелл. То есть у него отношения были с Максвелл. Но вот эта девушка сейчас живет в Австралии. Она в 16-м году подала иск, и как бы уже нет Эпштейна. Уже все отказались от обвинений. Она продолжает бороться за справедливость. И сегодня все-таки было сказано Уильям Баром, что они будут продолжать, невзирая на лица, искать... Да, ну, Лен, вот смотри. Я тебе... Да, одно слово. Смотри, перед... Кстати, у нас перерыв сейчас будет. Вот то, что Бар будет продолжать расследование, сомнений нет. Но меня одно интересует. Где все эти дамы, полудамы, девушки, девочки и так далее, которые называют себя Me Too? Где они, черт возьми, сколько их было в случае с Харви? И где же они в случае там, где вдруг засветились имена самых таких их любимых персонажей, типа Билла Клинтона и так далее? Ну, я после слушания дела Кавана, Садьи Кавана, я как-то о них забыла уже. Забыла? Такое впечатление, что они просто сидят тихо там себе, под кого-то копают, под кого-то роют. Но я их не так слышу, как они были слышны раньше. То есть у нас все идет волнами, у нас все цунами идет. Вот для них такой шанс, извини меня, и они смолчали. А они смолчали, потому что задействована вся Верховная партия. Ready to stay. Окей. Хорошо, у нас сейчас небольшой перерыв. Мы призываем послушать очень важную. А ведь мама такая же святая, как... Да, святое дело. ...демографическая партия. А потом вот у нас были звонки до перерыва, мы, как всегда, не берем, потому что берем их только после перерыва. Звоните, задавайте вопросы, мы готовы отвечать. Ну что ж, друзья, мы продолжаем радиоблог с Игорем Цесарским. Игорь, вы снова в эфире, да. И у нас есть звонки из всей линии Игоря, так что... Да, пожалуйста, сейчас я только напомню, что с нами Елена Пригова из Нью-Йорка. И я, Игорь Цесарский. Слушаем вас. Слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте. Лена, вы сказали о том, что американский корабль дает течь, и сказали, что НАТО дождаться обвинений против всех вот этих дел, которые связаны с убийством Эпштейна. Ну а давайте вспомним, где же те самые обвинения, когда юрисконсул Белого дома в 1993 году был застрелен, и тоже сказали, что он якобы покончил жизнь самоубийством. Он был связан с земельными продажами в Арканзаке, в котором были замешаны счета Клинтонов, тоже это замяли. Потом в 2016 году в преддверии выборов один из помощников Билла Хиллари Клинтона тоже был как-то убитым на Вашингтоне, тоже как-то ушло. Потом 30 тысяч мейлов тоже замяли и так далее. Потом этим обвинениям нет конца, и эти обвинения никак не дошли до обвинения. Как же мы теперь дождем, и это тоже они замнут, и что же нам, как говорится, простым людям делать? А между прочим, демократы молодцы, они только на основе слухов довели мюллерское расследование. А никаких же доказательств не было, только слух пустили, и все, молодцы, они ухватили за этот слух и довели мюллерское расследование. Правда, ничего. Ваше мнение понятно? Спасибо, Лена. Попробую ответить. Я совершенно с Вами согласна. Я не спорю с Вами. Просто я не имею права, если мы говорим о журналистике, журналистика строится на фактах. У меня есть факт. Наши предположения. Есть факт 46 убийств, которые стоят недоказанными, нерасследованными. Понимаете, выстраивать теорию заговоров мы можем. Мы можем выстраивать наши предположения. Но ведь никто же не был осужден, никому не было предъявлено обвинение. Это графа дано. И до тех пор, пока вот это не будет расследовано, а я очень надеялась, что когда придет Трамп, он все-таки начнет какие-то расследования. Но на протяжении всего вот этого периода, что он президент, никому тоже не были предъявлены обвинения. Если вы внимательно следите, значит, меня настораживает. Значит, наверное, там не так все, как нам хотелось бы. Может быть, там достаточно компромата на каждого из участников, включая тех, кто хочет предъявлять обвинения. Вы никогда не думали о том, что в мире больших людей замазаны все. И у каждого есть компромат на кого же. Просто когда мы говорим сейчас о двойных стандартах, вы просто подтвердили то, о чем мы все время говорим, о двойных стандартах. Потому что когда мы применяем какую-то логику по отношению к Трампу, то эта логика полностью отсутствует по отношению к тем, что Трамп сопротивляется ему. Потому что сопротивление, как таковое, оно уже само по себе нелогично. Сопротивление началось в ту секунду, когда Трамп выиграл. И это все равно, что, знаете, мне напоминает бабку из Вороньи и Слободки, которая не признавала электричество. Ну, то есть электричество есть, а всего остального нет. А каким образом оно работает, мы не знаем. И мы то же самое говорим сейчас о том, что да, существует вот это, существует этот факт, но этот факт не доказан. Меня, например, очень беспокоит в деле Эмштейна вот то, что девушки, которые дают показания, они называют имена вот этих очень больших людей. А у меня вопрос, знаете, как вот адвокат дьявола внутри задает эти вопросы. А каким образом 14-15-летние девушки знали имена и должности тех, с кем им приходилось заниматься сексом? Они что, представлялись? Принц крови представлялся? Или сенатор представлялся? Или посланник представлялся? Лена, я могу предположить, что они их узнавали по какому-то другому признаку, только не буду об этом распространяться широко. У нас есть звонки, извини меня. Я тебя хочу прервать. Давай мы попробуем еще принять звонки. Хорошо? Здравствуйте, можно говорить в эфире. Да, добрый день, Лена. У меня вот такой вопрос. Вот к тем недостаткам пенецитарной системы, о которой вы рассказали. Вчера вечером на CNN я слушал выступление следователя криминального. И он сказал, что в камере у Эмштейна были две видеокамеры, которые должны были просматривать всю площадь. И они были отключены. Если это правда, это уже не имеет отношения к усталости или к нерадивости персонала. Это ведь уже похоже действительно на какой-то заговор. Значит, я вам отвечу. Вот для этого существует комиссия, которая создана непосредственно по поручению президента Соединенных Штатов Америки. И я надеюсь, что эта комиссия, как было сказано сегодня, баром, они будут копать и рыть. Они заинтересованы найти окончательные, в общем-то, ответы на те вопросы, которые мы с вами задаем. Потому что слишком много вопросов. Каким образом случилось то, каким образом случилось это, каким образом были отключены камеры, каким образом не хватало людей. Вы принесете вопросы, вопросы и вопросы. Яночка, и у нас вопросы, у наших слушателей. Давай мы попробуем принять. Все линии у нас горят. Слушаем вас в эфире. Добрый день. Я полностью согласен с журналисткой. Все дело в том, что, очевидно, существует столько компроматов друг на друга. Когда Клинтон уходил из Белого дома, я не знаю, где-то я читал, проскользнула такая мысль, мысль, что он с собой увез столько компроматов, что теперь до него даже дотронуться нельзя. Я думаю, такое положение сейчас. Понятно. Да, спасибо за ваш звонок. Я с вами согласна. Абсолютно согласна. Мы можем только предполагать. Мы никогда, я боюсь слова никогда, очень бы хотелось бы услышать при нашей жизни какие-то ответы на те вопросы, которые являются логичными, как нам кажется. Потому что они абсолютно нелогичны, с точки зрения тех людей, которые являются нашими оппонентами. Вчера я послушала MSNBC, мне стало страшно. Мне стало страшно, потому что уровень предположений и обвинений в адрес Трампа, ну, Трамп меньше всего заинтересован в этом, потому что он меньше всего участвовал. И Трамп не числится в списках тех, против кого, собственно, обвинели. Лена, извини, Леночка, извини. У нас звонок еще есть. Давай попробуем. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я не буду перечислять факты. Они действительно 2 плюс 2 не складываются. Меня интересует другой вопрос. Вот вы мне скажете, при всех этих странностях, где акт Магнитского от нашего Конгресса? Объясните мне, пожалуйста. Где акт Магнитского? Почему мы... Вы знаете, я, честно говоря, не очень... Как-то связь тут... А что вы понимаете? Путину объявили акт Магнитского России, а почему тогда тут не объявляют? А зачем... Вы сейчас пытаетесь смешать, как говорится, две совершенно несмешимые вещи. Это совершенно о разном. Когда мы пытаемся говорить сейчас о том, что у нас происходит в нашей тюрьме, и когда мы пытаемся говорить о том скандале, которым завязано наше правительство, как-то упоминать сейчас акт Магнитского, но по меньшей мере нелогично. Да это же вполне сравнимые ситуации. Абсолютно. Нет. Абсолютно сравнимые ситуации. Почему у нас нет акта Магнитского? Магнитского там... Расскажите мне. Кроме того, что там человека убили и сказали, что это самоубийство, кроме того, что здесь человек покончил самоубийством, вы пытаетесь сейчас привязать Трампа к акту Магнитского? Я не поняла, честно говоря. Нет, я абсолютно не пытаюсь. Я пытаюсь привязать наш гнусный конгресс ко всему, что они делают. ой, ну это смешно даже. Ну как их можно привязать? Они все это делают. Единственное, что мы можем сделать, просто голосовать против них и не выбирать их больше. Мы же живем, так называемые... Спасибо вам большое за ответ. У нас еще звонок. Спасибо вам за звонок. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Час тому назад этот... Как его можно назвать? Я даже слова хорошего для него не подберу. Да не нам, что слова искать. Гражданин. Гражданин час тому назад он Ивана Денисова обвинял. А кличка его сварщик. Он пытается доказать, что он тут 40 лет и он все знает. А мне кажется, кто-то такой засланный сюда. Вы на него не обращайте внимания. Я прошу прощения. Последнее, чем я хочу заниматься в передаче, это обсуждать людей. Да. Ого ради. Володя? Меня не интересует. Пока у нас нет звонков. Пока нет звонков, хорошо. Тогда мы продолжим. Вы знаете, когда мне говорят сейчас о том, что почему такое внимание к сексуальному скандалу, на самом деле у нас эти скандалы инициируются постоянно тем, что происходит в стране. Сегодня это скандал, связанный с Эпштейном. Завтра еще какой-то скандал будет. То скавано, то у нас, понимаете, у нас настолько накляны все страсти в обществе, у нас настолько общество сейчас нестабильно в психическом отношении, что оно готово взорваться по любому поводу. Но меня, честно говоря, вот волнует, вот как, я достаточно гуманистически взгляда придерживаюсь, меня волнует, почему вот смерть вот этого человека, который был далеко от такого понятия, как мораль, далек он был, настолько волнует американское общество, а в то время, когда вот где-то в той же Украине убивает каждый день людей. Их это мало волнует, потому что мы настолько эгоцентричны в том, что происходит в мире, Америка настолько видит только себя и ориентируется только на себя, что весь мир, как говорится, подождет. А меня, например, сегодня, вот смерть Лепштейна уже произошла, она уже в ракет дано. Меня сегодня волнует, так же, как вчера и позавчера, то, что произошло в России, потому что когда взрываются ракеты, и когда эти ракеты влияют потом на весь остальной мир, меня волнует на сегодняшний момент гораздо больше. Потому что, когда мы смотрим и говорим о Чернобыле, а Чернобыль это моя больная тема, я там была в 86-м году, я там работала, я там была и после 86-го года и видела все это, для меня это больная тема. И вот то, что происходит в мире, вот эта система сообщающихся сосудов. Эпштейн можно рассматривать как один из эпизодов вот того, что происходит в мире, потому что на Эпштейне завязаны сильные мира сего, от которых приходится зависеть, потому что они принимают решения. И поэтому нам интересен вот этот элемент подсматривания замочную скважину. Это точно. Лен, извини, еще есть звонки, давай мы попробуем принять. Хорошо? Добрый день, слушаем вас. Я прошу прощения, у меня маленькая возба. Когда кто-то звонит, попросите их высказать свою точку зрения, привести какие-то факты, а не проявлять свои тупо дебильные качества. Спасибо. Ну, для начала неплохо было бы, чтобы люди представлялись. Да, но это нет, это бесполезно. Я пробовал, это, к сожалению, камень преткновения, потому что я перестал это делать. Люди знают, кому они задают вопросы, но вместе с тем мы отвечаем анонимным людям, которые не считают нужным представиться. Это, по меньшей мере, неприлично. Я честно старался это сделать в своих программах, но, к сожалению, вот у нас вот такого рода культура не привилась. Ну, что делать? Ну, просто разные люди. Есть кто-то готов представляться, а кто-то категорически нет. Да нет, ну, он может представиться не своим именем, это тоже ему право. У нас еще звонок есть. Есть красивые псевдонимы Владимир Ленин, допустим, и так далее. Да, я звоню, пожалуйста. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Да, слушаем. Добрый день. Я хочу возразить пару слов буквально. Вы сами предложили нам тему Эпштейна, а теперь вы уходите на тему совершенно другую. Действительно много, много любопытных вещей, непонятных вещей. Например, сообщено, что тиммейт, тот, который был в камере, когда-то, подобной камере, он дал интервью и говорит, что в этих камерах, где потолки 9-ти метровой высоты и где нет ничего металлического, чтобы можно было сдвинуть и как-то даже пытаться покончить с собой, невозможно. Невозможно покончить с собой. И почему перевели вот теперешнего инвейта, который там был, перевели как раз накануне его якобы самоубийства. Все понятно. Спасибо вам за вашу дону. Дайте нам эту картину. Вы можете правильно рассказать. Вы только утверждаете наши предположения о том, что человеку помогли уйти из жизни. Я с вами абсолютно согласна. Но, поскольку у меня нет на руках доказательной базы, я не могу свои предположения подложить в дело о самоубийстве Эпштейна. И поэтому я очень жду, повторяю еще раз, третий раз, двадцатый, я очень жду, что генпрокурор Уильям Барр проявит терпение и проявит последовательность и жесткость в том, что будет разбираться. Потому что нам всем необходим четкий ответ. Мы знаем, что ему не помешают, добавь еще. Прершенно верно, то, что ему не помешают. Но я сейчас в настоящий момент, вот я об этом тоже вчера писала, я очень переживаю за Гизлейн Максвелл, потому что она является точно таким же свидетелем. За пустовщицей. Да, она мадам, она, сути, можно сказать, она является соучастницей этих преступлений. Значит, она является пока живым свидетелем, подчеркиваю. Я не уверена, что ей не заткнут рот каким-либо способом. О, да, способов много, способов много. Голливуд, так сказать, в этом плане постарался, есть много рецептов, так что, так что, наверное, она сейчас усилит охрану, если это поможет, то, как говорится, флакей в руки тогда. Я просто думаю о другом. Такое количество фамилий, которые участвуют в этом секс-круге, это люди, которые, в общем-то, имеют семьи, это люди, которые говорят аморалином, которые бьют себя в грудь и руководят страной. Но, кроме грязи и аморали... Ну, ты же знаешь прекрасно даже по жизни литературе, что пока в койке кого-то не застали, человек может сказать, да все это чушь собачья. То же самое говорят все вот эти, кто там... Они, во-первых, говорят, что никакими друзьями мы его не были. Раз. Второе. Ну, да, он нас пригласил, мы думали, что это солидный человек, миллиардер и так далее. Почему не приехать? Да. Ну, когда я там был, скажет такой человек, какие девушки, о чем речь? Мы пили шампанское, говорили о каких-нибудь высоких материях, там, ну и так далее. Вот и все. Я понимаю, что все может быть... Ну, вот я, например, специально вот сейчас взяла и нашла фрагмент, который я тоже приводила. Я просто фамилии буду называть. Да. Девья, которая сейчас живет в Австралии в шестнадцатом году, в показаниях утверждала, что именно Максвелл приказала ей заняться сексом с бывшим губернатором Ю-Мексико Биллом Ричардсоном, британским принцем Эндрю, богатым финансистом Гленом Дубиным, который женат на бывшей девушке Эпштейна Еве Андерсон Дубин, бывшим сенатором Джорджем Митшеллом, нынче покойным ученым из Массачусетского технологического университета Марвина Мински, профессором Гарвардского университета Алленом Дершвитс, владельцем французского модельного агентства МСН-2 Жан-Луком Бруннелем и еще многими весьма влиятельными. И, кстати, очень интересный момент. Джордж Митчелл, бывший лидер демократа в Сенате, был еще специальным посланником Билла Клинтона по Северной Ирландии, а затем посланником президента Обамы на Ближнем Востоке. В 2003 году он очень хорошо отзывался об Эпштейне для журнала Дэнни Китфер. Он, Эпштейн, поддержал некоторые мои благотворительные проекты и однажды организовал для меня сбор средств. Я бы, конечно, назвал его другом и соратником. Вот это то, о чем... Хороший перечень, замечательный. У нас есть звоночки еще, давай попробуем. Мы вас слушаем, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, алло. Алло, меня зовут Мила. Я хочу перед вами извиниться, я только подключилась. Вы можете представиться, кто вы такие? Я вас в первый раз слышу. Спасибо. Это был вопрос. Меня зовут Елена Викова. Я журналист, блогер. Так. Со мной сейчас находится Игорь Цесарский. Игорь, представься, пожалуйста. Ну, хорошо, если есть эту передачу человек первый раз слышит, то, да, главный редактор, издатель, континент, медиагрупп, дальше не буду уже там все внутри остальное. Ну, вот, хорошо, по крайней мере, человек представился, уже приятно. Вот. Но, ты перечислила кучу фамилий, но все равно виноват Трамп, и, возможно, тот, который уже, кто-то сказал, из них умер уже, на него тоже уже на собак повесить. Дело в том, что, вот, политика отбойных стандартов, это, как бы, не изобретение 20-го века. Это давно всегда было. Победителей не судят. Сейчас у нас, у власти, фактически, находятся победители. Они себя назвали победителями. Это, это гемпартия наша. И дальше центр перестал существовать. Достаточно посмотреть на те дебаты, которые нам предлагают кандидаты в президенты, для того, чтобы понять, что вот то, что сейчас происходит, это следствие и причина одновременно. Потому что эти люди дестабилизируют общество. И общество нужно довести до того состояния кипения разума возмущенного, когда общество начнет изнутри взрываться. Вот сейчас вот идут вот такие взрывы. внутренние взрывы. И любой повод информационный готовый взять на вооружение, дабы обвинить нынешнюю власть. Потому что где-то, когда-то, кто-то, где-то был связан, где-то, когда-то упоминал какие-то фамилии. Но если учитывать, что мы видим на красной дорожке и в Голливуде, и в МЭД нашем, и в разных местах, одни и те же персонажи, то они все повязаны друг с другом. Они все друг друга знают, они все друг друга похлопывают по плечу, и каждый идет делать свое дело. Это политика. Эта политика, она всегда грязная, и люди, которые идут в политику, не совсем чистые. И я не верю вообще в чистые помыслы ни одного из политиков. Ни справа, ни слева. Нет, 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 нет. Это все как бы в графе дано. Это в графе дано. Но просто некоторые из них хотят хоть как-то изменить ситуацию для всех нас к лучшему. А некоторым болото это родная среда обитания. Ну, Лен, заметь, что все-таки с господином Эпштейном не каждый из тех, возможно, кому он предлагал, ехал. это тоже важно, потому что наверное, когда под одну гребеночку всех стригут плохо, и надо различать людей, которые да, стараются хоть как-то хоть в чем-то соответствовать тому званию выбранного конгресса. Когда мы называем фамилию Читы Клинтон и пытаемся как бы повесить на них вот еще одно убийство, там где 46 на улице 47 и так дальше, и так дальше, это конечно хорошо, но я перечислила те имена, которые тоже связаны, но когда принц крови британский участвует, то я могу подумать, что это и МСХ тоже могла бы принимать участие, но он много знал, вся беда Эпштейна, что мало того, что он подонок, он очень многих знал и очень знал о многих, и у него были компроматы на очень многих, потому что секс это всегда компромат, сюда подкладывали девочек, дабы получить какую-то информацию и потом сантажировать, это Блин, у нас уже выходит время, к сожалению, да, нам надо, у нас 10 секунд осталось, вот только о сексе заговорили, только о сексе, потому что, да, иначе система среагирует, и сейчас нас выключат, даже не с народной волны, а вообще выключат, все, спасибо тебе, пожелать всем набрать терпение и ждать, у нас больше ничего не остается, ну, дай бог, если мучатся, что-нибудь получится, все, счастливо тебе, спасибо за эфир и до новых встреч, всего доброго, субтитры, 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 Субтитры,